Друзья, всем белка, с вами Катя Бельчик, и сегодня мы попробуем все эклеры из супермаркета. Эклерчики у нас с вами сегодня достаточно недорогие, я бы даже сказала дешевые, но не подумайте, что Катя зажралась, тут в среднем цена где-то 200 рублей за коробку. Но мне есть чем сравнить, у нас, например, был выпуск, где один эклер стоил 300 рублей, выпуск эклеров от Сабы, члена жюри шоу-кондитер, подсказка будет вот здесь, обязательно посмотрите. И, конечно, я уже в целом знаю, какой уровень должен быть у эклеров, и сегодня из этих шести коробок, это все, что я смогла найти в большом гипермаркете, покупала в Ашане. Почему я не могла сразу сказать, покупала в Ашане, я что, на федеральном канале? Она же это обычный канал. Попробуем сегодня найти самые вкусные, здесь много разных фирм и разных цен. Присаживайтесь поудобнее, наливайте себе чего-нибудь вкусненького, у меня здесь кофеечек шипит, я не знаю, что случилось с этой пенкой, вот реально, она уже, по-моему, офигела. Мы начинаем! Хлопок! Так, с чего начнем? Черемушки. На вид... Извините. О, сразу оно и открыто. Мои умные весы Пикука, их приложение, которое помогает отслеживать процент жира в организме после поедания клерчиков, белка, костной массы, еще много других параметров. Я просто встаю на весы, обязательно голыми ножками, датчики подключаются, все записывают. Вот так вот. А ты переживала. Просто пау! Просто пау! Я вижу всю тенденцию, у меня есть график моего веса, он в целом выглядит примерно как ровная линия. Блин, я сказала, что мой график выглядит как прямая, он не как прямая. То есть ты все и теряешь, и теряешь, и веси получается. Вообще ужас, надо эклеры поесть. Срочно. Ах, как будто похвасталась. Классный умный помощник, который уже много лет пользуется популярностью в нашей семье. Ну что ты хочешь сказать? У меня модель весов Пикук С3, вы можете себе приобрести такую же или любую другую с моим промокодом Катя, будет действовать скидка 20% в 2 недели. Кстати, промокод увеличивает скидку на некоторые модели до 36%. Скидка действует от последней цены на сайте. А еще... В подарок к некоторым весам идет фитнес-резинка. Целый набор из разных цветов, я без понятия, что с ними делать. Но честно стараюсь, и на сайте Пикук можно посмотреть, как заниматься. Друзья, пирожные черемушки и эклерчики крем-брюле стоили 209 рублей. Я, как обычно, по вашим многочисленным просьбам, целых две было, не читая состав до того, как попробую. Но за 209 рублей в целом можем предположить, что будет. Здесь у нас идет посыпочка, то есть не глазурь. В мире недорогих эклеров, я считаю, что это даже хорошо, потому что шоколад нет возможности, да, ценовой положить. Залить нет возможности сверху. А вот посыпочка может сыграть даже такую вкусную роль. Пахнет достаточно эклерно. Мокренькие, прям такие уже. Мокрая девочка танцует. У меня кофе шипит, это слышно? Это слышно, да. Я не знаю, почему она не шутит. Просто пей уже. Давай я тоже отоплю. Ой, ребят, сейчас эклерчиком, кофеечечку. Интересно. Такой цвет, такой серый крем-брюле назовем вот так. Качество наша главная черта. Сначала тебе бросается в глаза, точнее в рот, начинка. Она такая прям приятно жирненькая, в кавычках. На растишках, естественно, сделана. Ну, я другого-то не ожидала, да. Потом, я даже сейчас не буду пока состав смотреть. Доходит дело до теста. И оно как будто бы уже отсырело, лежало где-то в кладовке. Что-то там подпирало, не знаю, подпирало ваши ракетки для бадбинтона. Просто, не знаю, просто лежало год где-то. И вот ты эту сырость пробуешь. Просто отсыревшее тесто с жирным кремом на растительных сливках. Что вам еще сказать? Мне это тесто напомнило сухую питу, которую водой спрыснули и закинули в печку. Пресное, невкусное, просто есть невозможно. Состав такой же примерно, как и вкус. Можно даже на нем не останавливаться. В целом, едем дальше. Десятибольные оценят. А, десятибольные оценят. Ой. Ну, они первые, понимаешь, тут всегда сложно, потому что может быть еще хуже. Ну, сейчас это три. Ну, четыре я, ладно, поставлю с натяжкой. Бывало и хуже. Мы попробовали уже очень много из сегмента недорогих тортов, пирожных. Три, ладно, три, да. Давайте попробуем Филип Бейкер. Сразу на контрасте они выглядят вообще практически идентично. То есть, суть такая же. Но здесь, наверное, все же ванильный будет крем. Просто пирожный заварной эклер. Посмотрим, сколько стоил. Сколько стоил. Филип Бейкер 218 рублей. На 9 рублей дороже. Ну, может быть, на 9 рублей мы получим больше удовольствия. Все может быть. Вот ощущение, что вообще на одной фабрике делали. В плане упаковка. Тут такая же бумажка, ну, естественно, с другим логотипчиком. Пахнет эклерно. Слушай, ну это выглядит гораздо нажоричнее. Да, но тут прям очевидный, да, цвет растительных сливок. Дай мне раз кусочек второй мне. Ты прям сразу хочешь. Да, прям с тобой. Слушай, ну это в разы лучше. Ну, пахнет, это просто небо и земля. Вообще. Блин, это еще и вкусно. Слушай, ты не поверишь, но здесь в составе сливки. А ты почувствовал все же какой-то привкус растительного чего-то? Может быть, это маргарин в составе? Он очень еле уловимый, понимаете? То есть, крем настолько легкий, пошла ассоциация с трубочками с заварным кремом. У меня с профитролями. А, с профитролями? Может быть. Трубочки не с заварным, точнее, а с белковым кремом. Вот немножечко они напоминают. У нас, кстати, вот в этом эко-маркете, около завода продают там с растишками. Это не так вкусно. Здесь, ну, такой прям кремчик сладенький. Очень хорошее тесто. Да, оно там, может, не хрустит никак. Вот такое чуть-чуть влажноватое, но все очень приятно, сбалансировано. Отмечу, что они чуть слаще, чем предыдущие клеры. Ну, в предыдущих клерах настолько не было вкуса никакого интересного, что даже говорить нечего. Ты бы хотел чуть менее сладкие? Ты настолько влюбился, да? Мне вообще отлично. Здесь, смотрите, просто вам немножечко зачитаю состав ради интереса. Тут и молоко цельное, сгущенное, сливки молочные, яйца, мука, сметана, маргарин. Вот маргарин здесь смущает, да, он, наверное, немножечко портит всю картинку. Но за свою цену достаточно хороший клер. Подожди, мне надо еще раз попробовать. Мне кажется, я не вполне смогла оценить. Не, а хорошо. Ну вот, чуть-чуть сладковато. Реально, почему-то белковый крем, ребята, напоминает. Он не белковый. Кать, ну ты, в принципе, любишь все не особо сладкое. Да, поэтому на меня, конечно, здесь сложно ориентироваться. Вообще, знаете, после выпуска про вкусы, там прям все такие, ой, Кать, у нас вообще с тобой разное мнение. Мне вот это не понравилось, что это понравилось. Я всегда вам говорю, это прекрасно, что у нас с вами может быть разное мнение. А если сходится, то тоже прекрасно. Хорошие эклерчики поставлю. Вот я смотрю просто сейчас на оставшиеся эклеры. Они все в шоколадной глазури. И мне кажется, что это вообще будут самые вкусные на сегодня. Я им 8 поставлю. Потому что дальше будет хуже. Просто мое футблогерское чутье. Катька, нюхач. Катька, нюхачка. Вот. Ладно, едем дальше. Мирель. У меня большие надежды на эти эклеры. Слушай. А что, блин, там еще одни черемушки. Ладно. Может, хапанем говнеца? Давай, ладно, давай. Чередуем. Черемушки. 1973 год. Эклер со сливочным кремом. То есть, первый у нас был образец, это крем-брюле. Здесь у нас сливочный крем. О чем это нам говорит? В целом ни о чем. Черемушки, вы мои. Кулямушки. Где они? Вот. 281 рубль. Если что, во всех упаковках здесь сейчас по 5 эклеров. Будет одна там поменьше. Подожди, а как это? Пахнет глазурью. Глазурно. Эклерно. Ой, не доверяй, не доверяй этим юнсам. Сердце, как говорится, заберут. Такой сухой капец. Точно такой же, как и первые. Вообще начинка, да. Что-то не так плохо. Из-за шоколада? М-м-м, там крем заварной. Его так мало, боже ты мой. Попробуй. Ну просто обратите внимание, он просто пустой. Как вся твоя жизнь. Я тебе говорю, вообще не так плохо. Но я хочу здесь отметить одну важную деталь. Вот сейчас ты ешь, как раз тоже почувствуешь. Очень много соли. Внезапно очень много соли. Хотя я никогда не противник соли в десертах. Вы знаете, я всегда вам говорю, бисквит солим. Все солим. Крем-чиз и так соленый. Но здесь ее супер много. Возможно, из-за этого как раз происходит усиление вкуса. И в целом, как будто бы даже хочется съесть еще. Но сейчас у меня весь рот соленый. Это бесспорно лучше, чем первые хеклеры. Молоко, цельно сгущенное с сахаром. Глазурь кондитерская. Все нормально, маргаринчик. Ну, глазурь и глазурь, я честно вам скажу, прям какого-то тут суперотвращения она не вызывает. Есть и есть. Все внимание на себя перетягивает. Крем, может быть, хотелось бы его побольше. И тесто не отсыревшее. Вообще другие клеры. Как будто бы разные фирмы мы пробуем. То есть я не могу связать первые черемушки и вторые черемушки. Поставим 5 баллов. Было бы чуть-чуть поменьше соли и побольше крема. Вообще есть большой потенциал. В целом понравилось. Нормально. А сейчас в ход вступает Мирель. Они тоже с заварным кремом. Выглядят презентабельно, презентабельно. Что сказать. Посмотрим сейчас, сколько стоили. Нет, не очень презентабельно. Они не так презентабельно. Да, уже не очень презентабельно, когда я открыла. Они прям тоненькие-тоненькие. 203 рубля. 203 рубля. Вот это вот очень странно тут. Они вообще, они очень смешные. Они похожи на какой-то автобус, который пытается ехать по узкой улочке Европы. Он такой-рекой. Поняли? Как в ночном дозоре типа сужается автобус. Сузился Эклер. Все. Что-то там сексуальное, нет? Да он вообще не разломался, Кать. А, да? Он очень вялый. Он, господи, что с ним? Он автобус. Ну, я понял, да. Ну, кстати... Он такой... Я не знаю. И он вообще, он такой прям резиновый, как будто бы. То есть он гнется. Не как Эклер такой, знаешь, вот трубочка такая плотная, как будто бы даже хрустящая. А тут просто вот такой... Блин, как будто манная каша внутри. Знаешь, почувствую? Ой, какой крем плохой внутри. Ну-ка. Вот эта поливочка сверху, глазурь, мне нравится. Глазурь вкусная. Глазурь, что внутри? Блин, даже тесто неплохое. Но крем, он не соленый. Давайте сразу обговоримся. Он странный. Что у него внутри? Вот для меня прям манка. Жир растительный, молоко сгущенное с сахаром. Что здесь вот дает вот эту страну? Здесь творог есть. Здесь есть сыр творожный. А куда они его добавили? А в куда? А в куда? Крахмал кукурузный, загуститель. Я скажу так. Перемудрили. Что-то всего понапихали. Лучше бы сделали на молоке обычный заварной крем. Ну, я не могу сказать, что это прям плохо. Но после него, знаете, такое ощущение. Вот как будто в детском садике побывал. Только вот именно в плохом смысле. Я-то вообще-то любила еду в детском саду. Ну, вот некоторые прям рассказывают, что типа вот эта вот манная каша поперек горла. Вот как будто бы тебе что-то навязали съесть. Тебе пришлось это есть. Тебе сказали, что это полезно. Ну, понятно, что это не полезно. Тебе как? Ну, по мне это хуже, чем прошлые черемушки с шоколадом. Да, я полностью с тобой согласна. Вроде бы даже и тесто такой неплохой, хоть и резиновый, но оно достаточно приятное. Интересно, что на упаковке написаны эти эклеры с бельгийским шоколадом и с нотками брубонской ванили. Ну, может, что-то там есть от ванили? Такое немножечко странное. Крем заварной вообще не понравился. Нет, еще оригинальный французский рецепт. Господи, французы просто ревут, ревут там от наших рецептов. Это как сказать, что круассаны 7 days по оригинальному французскому рецепту. Кто-нибудь поверит? Сколько я в прошлом поставила? Пять. Ну, этим четыре тогда. Четыре балла. Ты меня решил затравить, да? Может, хороший сначала попробуем? Нет? Итак, это самые дешевые на сегодня эклеры. Кондитерская, кондитерия, круг. Кондитерия, кондитерия, круг. Они решили два раза написать, чтобы все поняли, что это кондитерия. У меня была сначала ассоциация, что это пирожное и картошка, потому что мы такое уже пробовали. И, по-моему, даже в выпуске у нас было, помнишь? 100 рублей стоило. Ну, давайте разберемся. Сверхплотная, резиновая, наверху вот эта блямба из растишки. А сегодняшние эклеры стоили... Ничего ты не запоминаешь, конечно, память о какой рыбке. А это все важно, между прочим. 127 рублей. Самый дешевый на сегодня. Не забыть ароматную ваниль, мука высокого качества с восхитительным нежнейшим кремом. Поверим или проверим? Присыпать сахарной пудрой. А что присыпать сахарной пудрой? Вот к чему вы это все написали, я понятна. Здесь, конечно, цена самая низкая, но здесь эклеров меньше всего. Четыре штуки. Это, между прочим, на 20% меньше. Очень выглядят странно. Пожалуйста, подсними вот эту вот каплю вот эти вот. Ну да, конденсатик вышел. А вышел, вышел конденсат, конденсат, конденсат. Он вам очень, очень рад, очень рад, очень рад. Попробуем, собственно. Ну, не сладко, а вообще давать нельзя. А что это? Ну, выглядит это аппетитно. Попробуй. И от этого крема, у меня же глаз задергался от этого крема. Очень плохо. Слушай, такое ощущение, что там сахар-заменитель. Вот серьезно, такой привкус аретрита. Или какой-то стивии, не знаю, что-то прям... Зачем? Я думаю, здесь его нету, просто какой-то, значит, странный сахар. Смесь комплексной, пищевая, сухая, стабилизатор для взбитых сливок, загустители. Декрахмалов фосфатацитилированный. Ой, господи. Ароматизатор сливки. Очень плохо все. Ароматизатор ванилин. Масло пальмовое. Это самые на сегодня невкусные эклеры для меня лично. Прям после них ужасный привкус. Прям вот в горле стоит. Мне кажется, весь эклер съесть, потом будешь его день вспоминать, а то и два. Два балла. Мамочка сегодня была резка. И Мерседес сегодняшнего выпуска. Почему Мерседес вы спросите? Ну, потому что в такой коробке может быть только Мерседес. Это Филип Бейкер снова? Ничего себе. Вы знаете, Мирель и Филип Бейкер всегда идут нога в ногу. Они не знают, на чьей стороне сегодня окажется Катюшка. Например, в прошлых выпусках я была на стороне Мирель. Но сегодня Филип Бейкер вышли в топ. Поэтому сейчас у них есть еще один шанс доказать, что они лучшие. Психи попадают в топ. Это самые дорогие эклеры. Не, не самые. 249 рублей. Не самые. У нас черемушки 281. Ну, кстати, вот они ничего были. Я вот так сейчас вот после всего того, что... Ну, Филип Бейкер лучше всех. Да, пока да. Филип Бейкер лучше всех. Филип Бейкер ждет успех. Так можно любой. Мирель лучше всех. Мирель ждет успех. Катя Бельчик лучше всех. Катя Бельчик ждет успех. Хорошо. Итак, как нам открыть? Как нам открыть? У меня нет ножа. Поэтому я... Ну, представь, что у тебя нет ножа. Надо снимать вдоль. Да? Я не хочу коробку портить. Это же... Это как от айфона коробка, понимаешь? Вон ножницы лежат, дай. О, боже мой. Мы ее оставим. Потом перепродадим. А потом по гарантии перепродадим, да? Да. Чтоб гарантии не срялось. Потом на авито выставим. Не, в этот сдадим. Вот как называется? Сейчас ты мне сейчас каша, и я потом это поживю. Ну, когда машину, знаешь, не каршеринг, а... Троидин. Мы в троидин потом и клей раздадим. Бля. Это что? Мамочка в шоке. Вы обалдели. Слушай, ну выглядит заманчиво. Да? И будет прям. Давайте разломим. Я прям центральный возьму. Он самый большой. Прям хочешь разломать. Ой, такой. Опять очень сладко. Блин, ну хорошо. На фоне всего я бы количество глазури здесь уменьшила. Ой, а жопка вообще пустая. Угу. Блин. Ой, классная. Ой, если даже Митя сказал, что-то что-то. А сейчас на фоне сразу еще раз попробуем черемушки. Надо узнать, кто из них лучше. Блин, они соленые. Ну и как это выбрать? Ёлы-палы. Здесь тесто лучше. Вообще странные эклеры. Вот они меня реально смутили. Как будто бы и вкусные. Но чуть-чуть-то можно сахара поменьше. То есть потенциал есть. Ты вообще в целом, знаете, в такой коробке ты уже получил максимум удовольствия. Тут уже можно один балл только за коробку присудить. Все, уже Тамара Петровна будет довольна, если вы ей присудите такие эклеры. А учителя, они вообще сладкое любят. И послаще. Но это, конечно, не лучшие эклеры. Я поставлю им 6 баллов. Могли бы даже и больше. Я вот сейчас, подождите, у меня финалочка. Я сейчас вот хочу вам сказать, какие эклеры самые вкусные. Еще один кусочек съем. Да. Убедилась. Вот эти филибейкеры самые вкусные. Была бы здесь глазурь, они бы все испортили. Короче, филибейкеры могут. Могут. Почему Мирелли отстал? Это мне непонятно. Может быть, кстати, у Мирелли есть вариация тоже вот с посыпкой. Но я не нашла, к сожалению. Все, что нашла, я на сегодня купила. Мне кажется, получился очень интересный выпуск. Я хочу вам сказать большое спасибо, что досмотрели. Большое спасибо всем, кто поддерживает нас на Boosty, смотрит наши влоги. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. Желаю вам вкусного тирамису. Чтобы вам не пришлось, сами знаете, что на него делать. И мы увидимся с вами очень-очень скоро. До новых встреч. Всем белых. Какая-то лиричная прям в конце. Говорю, сахар в мозг дал. Ну-ну. Пока.